Здравствуйте, друзья! Так светло, а трагичным может написать только очень талантливый человек. Добавлю от себя поразительно, как в течение этих тяжелых последних шести лет Лена писала сквозь боль, невероятное напряжение сил, горечь. Писала так светло, воздушно, солнечно, легко. Загадка. Просто ей было дано. Зачем мне знать, что ты меня отдашь? И ты, и ты, и всех, кому поверю. Потом, ломая в пальцах карандаш и холодея от шагов за дверью, Потом, покинув буквы и слова, Весь этот скарб, всю эту непотребность вдруг различить. Апрельская трава, такая нежность, трепетность и бледность, Но ты иди, зажмусь и иди. Теперь никто тебя не любит злее, Никто так крепко не прижмет к груди, Как только смерть одна обнять умеет, Как только жизнь умеет отпустить. Как только может ринуться навстречу апрель, И всю тебя умять в горсти, И дуть, и дуть, пока не станет легче. За то, что в горле снова горячо, От тишины и немоты тягучей. Молчи, молчи, чего тебе еще, Тебе, ничейный, глупый и живучий, Вот этот мальчик, девочка и кот, Вот этот город маленький, бумажный, А больше вряд ли кто-нибудь придет. Но даже это в сущности не важно. Нас всех потом без боя отдадут, Шутя и плача, радуясь, вздыхая. Но придержи меня, пока я тут, Пока я тут, пожалуйста, пока я. Когда я готовила это стихотворение, Вживалась в него. У меня родились такие строки. Письмо к тебе. Я не успела, милый, все сказать, Когда ты отпускал меня с ладони. Любовь и боль сейчас в твоих глазах, В которых так привычно взгляд мой тонет, Но голос мой негромкий, И слова, которыми душа всегда дышала, Успели прошептать, Что я жива, жива, Когда с твоей ладони я взлетала. И не страшусь я этой высоты. Давно уже я к ней была готова. Но на земле остались дом и ты, И след от недописанного слова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!